Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Продолжение следует... 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 Что-то слышал? Это как-то связано с войной? 69-й год. Полковник Хансен командует операцией «Ночной ливень». Его задача – превратить так называемую «боевую зону» в плацдарм для силы НСШ в Найт-Сити. Вскоре стороны заключают перемирие. Солдат полковника Хансена бросают на произвол судьбы. И командование, и общество усердно делают вид, что их там нет и никогда не было. Вопреки ожиданиям, полковник не уходит. Он объявляет «боевую зону» частью НСШ, то есть создает для себя государство в государстве, а сам превращается из офицера в торговца оружием. Его предали. Все думали, что он поймает пулю через две недели. А он не только выжил, но и стал ключевым игроком, с которым нельзя не считаться. Человек, который в одиночку противостоит всем – очень опасный человек. «Поболтать всегда хорошо. А что насчет договоренностей? Я все сделал. Твоя очередь». «Ах, да, конечно. Черный сапфир. Крепость Хансена под охраной лучших солдат. На нижних этажах казармы, на верхних – декаденский рай для богатых и знаменитых. Должен сказать, получить планы здания было непросто. Полковник Хансен стережет тайны своего отеля, как самый настоящий пес. Впрочем, на все есть свои методы. Ты помогаешь моим клиентам, а они отвечают услугой на услугу. В результате выигрывают все. Я перешлю тебе планы небоскреба. Даже укажу, на что обратить внимание. В знак благодарности. Сведения мне передали, конечно же, в обстановке строжайшей секретности. Никто не знает, что ты ими владеешь. Я трепетно отношусь к конфиденциальной информации, в отличие, скажем, от покойного мистера Дэшона. На этой щепке подробная карта и описание черного сапфира. Теперь у тебя есть все, чтобы попасть туда и выполнить задуманное. Только позволь предупредить, даже с такой подготовкой войти будет гораздо проще, чем выйти. Берегись. Я думал, получится достать не только чертежи отеля. Уверен, такой сообразительный человек, как ты, справится при любых вводных. В том числе и с новыми заказами, которые я скоро для тебя подготовлю. Опять что-то связанное с политикой? Доктаун полнится возможностями, а его закулисье с заговорами и интригами. Если начнутся перемены, неизбежные и неотвратимые, кто-то должен подготовить плавный переход в новую реальность? Рад, что удалось наконец-то познакомиться с тобой лично. Добро пожаловать в клуб избранных. Мало кто после этого оставался в живых. Ви, что бы ни случилось в черном сапфире, постарайся остаться в живых, хорошо? Там сходятся бурные потоки местной и мировой политики. Сильные потоки. Значит, постараюсь сначала найти брод. Пока, Хэнс. Продолжение следует... Хэнс дал мне чип с данными о черном сапфире. Можно действовать. Прекрасно. Перешли мне... Не бойся, у нас защищенный канал связи. Ушла. Лови. Спасибо. Все получил. Сейчас отправлю Алекс. Как разберешься с делами, приходи в мотылек. Если меня там в тот момент не будет, подожди. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Дамы и господа, позвольте представить следующую юниорку сезона. Кэти МакКэннон. Кэти – молодая, но очень талантливая футболистка. Лучше всего выступает как центральная нападающая. Ее отличает наличие укрепленных крестообразных связок и быстрый рост четырехглавой мышцы. Тех, кого заинтересовали успехи Кэти, прошу ознакомиться с нашим предложением и ее личной статистикой. Статистика перед вами. Сейчас вы увидите следующую таблицу. И еще одну. 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 И еще рука. И еще одну. Продолжение следует... 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 Сан-Диего Шреддерс. Сейчас пытаюсь найти принимающего. Надо же, как тесен мир. Я Кейден работал с Томасом два сезона назад. Виктор Уилсон. Погоди, а зачем вам еще один принимающий, если вы только что переподписали лучшего? Как там его звали? И еще одну. Имена хороших игроков обычно помнят. Это правда. Ну, а если серьезно, как его звали? Не поверишь, но у меня тоже из головы вылетело. Надо же, как совпало. Ладно, но фамилию Томаса ты же помнишь? Я вроде сюда не на допрос пришел. Ну да. Эй, Билл. Сейчас. Майк, пойди-ка сюда на минуту. Нужна повторная верификация. Пройдите за мной, пожалуйста. Меня уже проверяли на входе. Я работаю на Сан-Диего Шреддерс. Придется проверить еще раз. У нас такие правила. Вот она, та самая сила удара, о которой я говорил. Прошу прощения, дамы и господа. Мы прерываем смотр спортсменов по причине поломки оборудования. Умеешь ли ты располагать к себе людей? Что-то я не слышал твоих искрометных комментариев, когда меня допрашивали. Это было бы невежливо. Я дал тебе возможность поимпровизировать. Это ты знаешь? Типа! Да! Сан-Диего Шреддерс Сам-Диего Шреддерс Сам-Диего Шреддерс В Evans Я сейчас к вам подойду. Какой-нибудь лимонад. Давай Николу. Пожалуйста. Вы у нас впервые. Какой клуб представляете? Не люблю разговаривать, когда пью. Простите, придется ненадолго закрыть бар. Прошу прощения, дамы и господа. Мы прерываем смотр спортсменов по причине... Теперь можно пробраться за кулисы этого блядского цирка. Джонни Сильверхенд просит меня отойти от бара? Это что-то новенькое. Я тут хочу подписать одного бойца. Что? Смешанное единоборство? Ага, все данные есть. Тогда поговорю с Фиолой. Давай. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Это еще что? Томми! На выход! Мисс Фиона, он попросил показать, где ваш кабинет. Я ничего не делал, честное слово. Не вмешивайте в эти дела мальчишку. Прости, Томми, договорим потом. Нам с мисс Фионой надо кое-что обсудить. Правда? Правда. Все, давай беги. Мы тут взрослые люди. Я уверена, мы как-нибудь договоримся. Что тебе нужно? Пароль к компьютеру и данные всех, кто вел с тобой дела. Реквизиты, контракты, соглашения, все, что есть. Что ты собираешься с ними делать? Кое-кому надоело, что твои партнеры не платят налогов. В мои обязанности входит защищать компанию и ее клиентов. Надеюсь, ты это понимаешь. Она называет это компанией. Подумай о детях. Ты хочешь отобрать у них последний шанс на нормальную жизнь? Нихуя себе предъявы пошли. У меня есть предложение. Давай попробуем прийти к компромиссу. Говори. Надеюсь, предложение дельное. Спасибо. Иди сюда. Я тебе кое-что покажу. Видишь? Плакаты и кубки? В чем они должны меня убедить? Марк Элуэй. 22 года. Выдающийся баскетболист. Моника Диас. 25 лет. Одна из первых 15 ракеток мира. И наша главная звезда Эл Форд. 21 год. А уже чемпион НСША по боксу в тяжелом весе. Хочешь сказать, они всего этого добились благодаря тебе? Я им помогла. Если ты раскроешь имена моих партнеров, школа закроется, и все дети вернутся к своим нищим родителям. Включая Томми. Вот его папка. Помоги мне, и я помогу ему. За такой цинизм можно вручать медали. Пластмассовые. Тебе самой не хочется блевать от такого цинизма? Вводи пароль. Зачем оскорблять меня, если можно решить вопрос профессионально? Заткнись и вводи пароль. Ты разрушишь все, что я построила. Вот и круто. Пароль. Живо. Пожалуйста. Пожалуйста. Пароль. Ты об этом пожалеешь. И очень скоро. Давай больше не будем тянуть время, хорошо? Уйди, пожалуйста! Наконец-то. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прикройте меня! Возвращаюсь в бой! Кто-нибудь, займите эту позицию! Сука! Он в укрытии! Наступаем! Нет, нет, нет! Твою ж мать! Отступаем! Он задет! Наступаем! Отступаем! О, Жиреви! Слышите эту позицию? Слышите. Слышите. Скоро. Спирит. Бедучий. Отличная работа, Ви. Наши европейские друзья наконец-то поймают за руку всех, кто уходил от налогов. Ты знал, что там ставят импланты детям? Прошу тебя, давай без истерик. Все уже давно все знают. Просто мало кому это интересно. Если я оскорбил твое чувство справедливости, прошу прощения. Заказ закрыт. До новых встреч, Ви. Субтитры сделал DimaTorzok